Всем привет! Сегодня я попытаюсь выступить в нехарактерной для себя роли разоблачителя и расставить все точки нады в нашумевшем в последнее время вопросе. А именно, в выходе в свет даже страшно сказать русской игры престолов. Где здесь правда, а где ложь, давайте разберемся. Тем более, что вопрос этот сейчас актуален. Шутка ли, о нем даже заговорил сам Николай Соболев! Если вы любите онлайн игры, то игра Black Desert то, что вам нужно. Вы можете создать себе абсолютно любого персонажа, собрать свой собственный клан или даже основать замок. Качайте Black Desert по ссылке в описании совершенно бесплатно. Итак, с чего все началось? А началось все с забавных постеров на пикабу, где адаптировали знакомых всем актеров под образы культовых персонажей игры престолов. И понеслось, в сети начали появляться заголовки о том, что НТВ выпустит адаптацию сериала и бла-бла-бла. Если же разбираться детально, то нет ни одного официального заявления ни с какой из сторон, ни HBO, ни НТВ, ни в конце концов Мартина о том, что права на игру престолов были проданы. Да и быть этого просто не может, по крайней мере пока сериал все еще не закончился. Так что можете вздохнуть спокойно, такой жуткой жути, как адаптация игры престолов на 99% никто никогда не увидит. Единственная более-менее достоверная информация, так это что кинокомпания RFG задумала съемки масштабного исторического сериала, основанного на истории дома Романовых, который сама же компания, очевидно для дополнительного пиара, уже окрестила своей игрой престолов. Правда от игры престолов там будет лишь подход к организации съемочного процесса и возможно еще какие-то моменты продакшена. Не более того, так что опять-таки все это всего лишь громкие слова. Тем не менее, тему эту уже подхватила часть блогеров и даже глашат и сия ютуб Николай Соболев. Вот что Колян говорит обо всей этой истории. Я советую всем глубоко вздохнуть и сесть удобнее на стульчик. Компания НТВ приобрела лицензию на российскую адаптацию игры престолов. Концепция сериала производства в России. Мы возьмем культовый зарубежный сериал, в который было вложено миллионы долларов. И настолько дерьмово его переснимем, чтобы у зрителей гной кровавый из глаз потек. Ну что, я тут в целом солидарен. До сути вопроса Соболев, конечно, не докопался и прокомментировал откровенный фейк, но в целом все верно. Пытаться исковеркать, другое слово просто сложно подобрать. Культовый сериал современности, это значит заработать себе немного дешевой популярности. Только вместе с ней и похоронить весь проект. Но этого и так не произойдет, на этот счет можете быть спокойны и дальше смешных мемасиков дело все равно не двинется. Так что тему эту можно смело закрывать. Что же, пожалуй, добавить мне больше нечего. Пишите теперь вы свои впечатления в комментариях. Кому данное видео понравилось, палец вверх и поделитесь им с вашими друзьями. Также не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на значок колокольчика, чтобы не пропускать свежие выпуски. А сейчас я прощаюсь с вами. Спасибо всем за просмотр и всем пока.